Саля, а ты знала, что сегодня особенный день, день археолога? Ну, конечно, знала, Саша. Я же готовилась к эфиру. А я бы хотел рассказать телезрителям одну интересную историю, почему же именно сегодня этот день назначили. А история такова. Однажды к своему профессору пришли студенты, которым было скучно, они сказали, «Профессор, вы знаете, сегодня особенный, удивительный день, который нужно непременно отметить». На что профессор сказал, «Ну, какой же день?» И тут остроумные студенты придумали, что сегодня, оказывается, день дня рождения коня Александра Македонского Буцефала. На сегодня даже два праздника, можно сказать. День рождения и День археолога. Кстати, у нас по этой теме гость. Да, и я предлагаю, если вдруг еще какие-то факты мы упустили, что касается Дня археолога, как раз-таки и выяснить у нас в гостях Александр Ильич Айбабин, доктор исторических наук, профессор, директор научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма Крымского федерального университета имени Вернацкого. Я думаю, что в связи с тем, что столько открытий было сделано за последние пять лет. Со строительством трассы Таврида, я думаю, что поговорить нам будет о чем. Доброе утро. Доброе утро. Александр Ильич, вот, во-первых, хочется поздравить и вас тоже с этим праздником, и вообще всех археологов, всех, кто причастен к этой профессии. Профессия очень важна, благодаря ней мы, наверное, узнаем и нашу историю тоже. Я хотел бы тоже поздравить своих коллег, пожелать успешно завершить полевой сезон и хороших находок, ну и здоровья. Полевой сезон сейчас, я так понимаю, в самом разгаре, да? Ну да, сейчас в самом разгаре, еще где-то сентябрь, это активный полевой сезон. А где вот археологи сейчас работают? Ну, две категории. Одни дорабатывают новостройки, ну, правда, уже это в районе Севастополя. А, и, наверное, будут работать на будущих участках Тавриды, там, в отведении на Экваторию, там, на Южный берег, я вот вчера узнал. А в основном плановые раскопки многолетние. Это Херсонес, там работает экспедиция заповедника и эрмитажа государственного. Это вот наш Крымский федеральный университет, у нас основные объекты из Кикармен, где вот наша экспедиция буквально два дня назад закончила практически двухмесячную непрерывную работу. Вот только слезли с гор, как говорится, осваиваем город. И это Мангуб-Кале, где сейчас еще завершает работу экспедиция Александра Германовича Герцена и Валерия Науменко. Это Боспор, наш центр КФУ работает на Деритаке, там завершается работа, это город античный, византийский. И подводные работы Керчевского пролива. Александр Ильич, а вот вы перечислили из Кикармен, Мангуб, это все Средневековье, вот прямо за нашими спинами находится Няполь-Скифский. Скажите, какова его судьба, что там проходит? Ну, сейчас там организован, собственно, несколько лет назад заповедник. Раскопки там не ведутся и в окрестностях тоже не ведутся, потому что бюджет не обращает на это внимание. И идут работы по созданию музея. Там небольшая экспозиция, переводится в порядок городище, и заповедник базируется в Воронцовском парке, в бывшем доме Паласа. Александр Ильич, правильно ли я понимаю, просто немножко интересовался этой темой в свое время, действительно ли городище Няполь-Скифского на самом деле не менее интересное, чем тот же Херсонес-Таврический? Ну, как бы я так не стал говорить, знаете, нельзя сравнивать. Няполь-Скифский – это предполагаемая столица позднескифского государства. Там найден мавзолей в 1948 году, когда строили водохранилище первое Севастопольское, Симферопольское. Там найдены рельефы и надписи с упоминанием, там, Скилура, но… Няполь-Скифский царь. Но Херсонес – это город, который основали греческие колонисты там в конце V века и который существовал до, как минимум, до начала XV века, понимаете, и который был столицей государства, античного города государства, а потом центром военным административным Византийской империи в Крыму, именно в Херсонесе находилась византийская администрация, когда Юго-Западный Крым и Боспор, то есть Керческий полос, были включены в состав империи в качестве провинции. И, собственно, в Херсонесе формировалась первая возникла христианская, одна из первых христианская епархия. В Херсонесе крестился князь Владимир, это, как бы, установленный факт. Ну, и происходило очень много событий, связанных с историей не только империи византийской, но и древнерусского государства. Поэтому интересно все, археологи интересно все. А вот мне интересно, вот вы сказали, что были два месяца на Мангубкале, правильно? Нет, на Искекермене. О, Искекермен. А вот что там интересного удалось за это время обнаружить? Ну, Искекермен очень уникальный памятник, он построен византийскими военными инженерами, вот когда они создавали свою провинцию. Здесь жили Алланы и Готы с середины III века, и первоначально они были союзниками империи. То есть они по просьбе императора, по приглашению за деньги отправляли своих воинов воевать, как писал Паркоп и Кисарийский, в любую точку империи. А потом им византийские инженеры в конце VI века построили крепость и город. Причем это единственный сейчас известный в Крыму, помимо Херсонеса, город, который было спланировано построить по гиподамовой системе. То есть прямоугольные кварталы, там улицы продольные, их пересекают поперечные переулки и кварталы именно все под прямым углом. Дело в том, что этот город погиб в конце XIII века, но зрело средневековое, где-то с X века по конец XIII, в Византии уже такие города не строили. Там уже улицы кривые, косые и так далее. А это много храмов. Вот мы в этом году открыли целиком, раскопали, начали новый квартал копать и раскопали сразу большой храм, который насыщен гробницами, могилами. И главное, что на стенах этого храма сохранились следы и фрагменты фресок. Александр Ильич, извините, что вас перебиваю, к сожалению, время закончилось. На самом интересном месте. Но вы знаете, тема безумно интересная, поэтому не раскрывайте всех секретов, мы вас еще раз пригласим, вы раскрываете прицельно про эскекермен. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Я напомню, у нас сегодня в гостях Александр Ильич Айбабин, доктор исторических наук, профессор, директор научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма Крымского Федерального университета имени Вернадского.